В Новосибирске сегодня по решению суда взят под стражу подросток, обвиняемый в страшном преступлении, которое всколыхнуло людей во многих регионах. Две недели назад в доме у арестованного сегодня была убита 16-летняя девушка, убита жестоко, ножом. Очевидно, что произошла трагедия, но первоначально суд не стал арестовывать подозреваемого и в интернете развернулась настоящая кампания по поиску справедливости. В деталях этого дела, безусловно, будут разбираться следователи, но для родственников погибшей сегодняшнее решение это подтверждение того, что можно надеяться на объективный процесс. Репортаж Елены Макаровой. Портрет 16-летней Карины Залесовой в руках держат не родственники убитой девочки, а совершенно незнакомые люди. Сегодня в Новосибирском областном суде не протолкнуться. На заседание по рассмотрению апелляции об изменении меры пресечения обвиняемого в убийстве школьницы, ее приятелю Марку, пришли десятки неравнодушных людей. Мы не прощали друг другу, стали люди. Просто жители Новосибирска, которые узнали о ситуации, приехали сюда. Я увидел новости, увидел, что сегодня нужно собраться, чтобы поддержать семью девочки. Несправедливым решение суда люди назвали после того, как стало известно, что обвиняемому назначили меры пресечения лишь домашний арест. Накануне Дня знания 11-классницу Карину нашли мертвый в доме своего знакомого, который в этот день отмечал день рождения. Я, насколько знаю, он ей сказал, приезжай, иначе я покончу жизнь самоубийством. Она сказала, что, ой, да брось ты, что ты там, ну, не шути, успокойся. Ну, он все-таки продолжал настаивать. Есть версия, что убийство Марк заранее тщательно спланировал. Вот в этом коттеджном поселке и проживает семья обвиняемого. Молодой парень свою возлюбленную Карину убил прямо в доме родителей, когда никого из членов семьи не было дома. Домашний арест подозреваемого 16-летнего подростка возмутил не только новосибирцев, но и жителей других регионов страны. В интернете появилась петиция с требованием взять подростка под стражу. Под ней оставили подписи более 100 тысяч человек. Потому что преступник должен сидеть в тюрьме, подозреваемый в СИЗО. Но если для тебя выкупили пару справок, и ты сидишь под домашним арестом, в то время, как ты подозреваешься в убийстве, это уже беспредел. Деньги и связи не должны влиять на ход следствия и на суд. Оно должно быть беспристрастным и объективным. Так как суд гласный, Россия имеет право следить за правосудием. Виновный должен быть наказан. У меня две дочери растет, и я не хочу, чтобы подобное случилось с ними. А безнаказанность создаст иллюзию вседозволенности для остальных. По делам об убийстве это особо тяжкое преступление. И по таким делам избрание меры пресечения в виде домашнего ареста, это какая-то очень большая, необычный гуманизм суда. Автор петиции указывает, что дело могут, что называется, замять, так как предполагаемые убийцы девушки из состоятельной и влиятельной семьи. Однако к делу подключились следователи, которые обжаловали решение суда о мягкой мере пресечения. Следствие руководствовалось тяжестью совершенного преступления в отношении несовершеннолетней, также способом совершения преступления, а именно множественными ножевыми ранениями в жизненно важный орган потерпевший, шею. Кроме того, обвиняемый располагает сведениями о местонахождении очевидцев преступления, которые обладают информацией об обстоятельствах совершенного преступления. Кроме того, вину в совершении преступления он не признал. Могу сказать, что у суда была неполная информация, потому что преступление было совершено 28-го, а суд выносил решение 29-го. То есть следствие просто не успело полностью предоставить информацию, которая бы говорила о том, что данного человека необходимо содержать под стражей, другая мера пресечения была бы невозможна. Сейчас не исключают еще одну версию – двойное самоубийство. На днях в соцсетях появилось несколько сообщений якобы от сестры молодого человека, где она пишет, что подросток собирался покончить и с собой, но спас отец. Он прыгнул с балкона второго этажа с петлей на шее. Чудом он не сломал шею, потому что веревка оказалась чуть длиннее. Я вызвал следственную группу, мы провели все необходимые мероприятия, все улики были зафиксированы, никаких попыток как-то препятствовать следствию не было сделано. Обвиняемым уже проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Сегодня молодому человеку суд избрал новую меру пресечения. Он должен провести два месяца в следственном изоляторе. Марка взяли под стражу прямо в зале суда. По закону считают адвокаты срок заключения, который может ожидать подростка ограничен в тысячу годами. Однако родные Карины надеются на более суровое наказание, несмотря на то, что родители Марка прямо в зале суда принесли свои извинения. Юлия Сергеев, я приношу, я не знаю, слова они ничего не дадут, но я не знаю, какими словами просить прощения. Елена Макарова, Игорь Гуляев, Лилия Зорина и Лариса Никитина, КПК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова